Вчера в Донецке состоялся брифинг главного специалиста Государственного комитета по экологии и природным ресурсам при главе ДНР Андрея Молодая. На нем были подведены итоги работы комитета за прошедший год. О деятельности крупнейших объектов природно-заповедного фонда ДНР, в частности, таких как Республиканские ландшафтные парки Зуевский и Хомутовская степь Меотида, рассказали их руководители. На сегодняшний день природно-заповедный фонд ДНР состоит из 41 охраняемой законом территории, суммарной площадью около 30 тысяч гектаров. В Государственном комитете по экологии и природным ресурсам рассказали о работе, проделанной в заповедниках в 2017 году. Проведено визуальное обследование особо охраняемых природных территорий, в которых отсутствует специальная администрация. Было обследование порядка 30 особо охраняемых природных территорий, в 2018 году данные обследования будут продолжены. Собраны данные о землепользователях, о земельных участках, на которых располагаются эти особо охраняемые природные территории. В биосферной особо охраняемой природной территории Хомутовской степи Меотида восстановлено крупнейшее в Европе монолитное клониальное поселение гидрофильных пивц. Успешно вывели птенцов кудрявые пеликаны. Пеликаны являются глобально уязвимым видом, занесённые в красные тревожные списки, в мировые списки. О состоянии дел в республиканских ландшафтных парках в ходе брифинга рассказали руководитель Меотиды Галина Марченко и директор РЛП Зуевский Валерий Сидельников. Парк занимается основной своей деятельностью. Это, естественно, охрана ценных природных ландшафтов, которые выделены в распоряжении парка. Значит, это одна из основных функций. Второе – это создание условий для краткосрочного и кратковременного отдыха. Проводятся различные соревнования по велоспорту, пешеходному туризму, на байдарках и хануэ на реке Крынка. То есть, очень разнопрофильные возможности для проведения отдыха на природе. Валерий Сидельников также сообщил, что вскоре в Зуевке планируется создать республиканский центр туризма и краеведения.